Здоров! Сегодня я вам покажу 10 отличных карт, которые подойдут для оттачивания рокет скилла, для оттачивания амплитуды и просто чтобы вы смогли на ракетах быть чуточку лучше. Так что давайте начнем. Итак, первая карта City Rocket. Естественно будет в этом списке City Rocket, куда же без нее. Все мы ее знаем, все мы ее любим, кто-то может быть не любит, но знают ее точно абсолютно все, потому что она является стандартной картой на серверах и каждый, кто когда-либо заходил на сервер, в любом случае ее встречал. Сделана она игроком Panji, который принимал очень большое участие в развитии комьюнити тогда еще зарождающегося. Сделана карта в 2005 году, подробности можно узнать либо на сайте карт, либо где-то на просторах в форумах, но на форумах, к сожалению, уже теперь ничего не выяснить. В общем-то давайте я по ней, наверное, так пройдусь. Роуты, естественно, никакие я палить не буду. Так, играю я в АКУ-3, но ничего страшного. Здесь очень удобно усваивать именно амплитуду движения, четкость, по крайней мере я здесь ее усваивал. Здесь очень хорошо контроль держать после выстрела ракет, потому что нужно это делать достаточно хорошо, чтобы поставить хороший рекорд. Ну и в целом карта приятная, на ней наиграна лично у меня очень-очень большое количество часов. Да, она, возможно, бесит вот этими вот поребриками, да, и теми рельсами, но это на фоне самой карты, на фоне величия этой карты, это абсолютная мелочь. Так что обязательно играйте ее хотя бы раз там в месяцок, поигрывайте на протяжении какого-то времени. Вот это у нас уже финиш. Здесь есть секретный проход, который ведет нас к старту, но этот старт нас ни к чему не приводит, потому что ракету у нас отобрали и все. Также здесь есть некоторая, возможно, пасхалка к чему-то, может быть мы этого не знаем. Залетая в это окно, мы попадаем в какую-то комнатку, где кричит женщина и нас как будто бы кто-то бьет, также нас убивает. В общем-то, вот. Также где-то есть стрейф-версия этой карты без всего, но стрейф, естественно, мы их не рассматриваем, да и сама карта стрейф достаточно прямая и, так скажем, глупая. В общем, играйте именно в City Rocket. Далее в нашем списке идет Castle Rocket. Появляемся мы без всего, подбирать нужно в этот раз ракету и Battle Suite. Battle Suite, по-моему, имеет свойство кончаться. Да, вот мы видим, что 96-95 уже, но это не так критично. Карта в целом на секунд 40. Давайте я себе поменяю физику. Сама по себе карта представляет собой, если посмотреть на нее сверху, представляет собой такой небольшой квадрат, грубо говоря, круг, по которому нам нужно будет про-рокет-джампить, грубо говоря, да. Карта также отлично подходит для оттачивания контроля и всех вытекающих, как бы. Такая вот карта, вот это самое запарное место. Здесь, на самом деле, очень много роутов, очень много можно на старте придумать, очень много всего. Также нужно еще обязательно по спейсингу попадать прямо в конец угла, чтобы скимить стену, чтобы поворот у вас снимал вообще минимальное количество скорости. Здесь мы можем зацепиться, да, внимание, то есть потлянки есть. Карта сделанная, кстати говоря, человеком с ником Dash. И он, по-моему, даже некоторое время назад заходил, бывало, поиграть. Деревья тоже у нас являются объектами, с которыми мы можем столкнуться. Поэтому, вылетая из этого пространства, умоляю вас, примыкайте сразу к правой стене, либо к левой, да, кому как удобно. Слева тут коряги всякие, еще можно тоже зацепить. Вот, примыкайте к правой стене и да будет вам счастье. Парящее дерево, все в порядке вещей. Ничего не зацепите. Рекорд на этой карте около 20 секунд, по-моему, 21. И возвращаемся мы на финише, собственно, на старт. Здесь у нас плеер клип, который нельзя пройти. Ну и дерзайте, изучайте. Карта уже более сложная. Есть места, где можно проиграть, даже вот на старте. Если не взять Battle Suite, даже здесь уже можно умереть. Так что, давайте, ребят, дерзайте и играйте эту карту. Если мы говорим про амплитуду движения от стрела, да, то есть разворот, грубо говоря, на 180 градусов, то вот эта карта именно про эту амплитуду. Кисель кап 13, естественно, она должна была оказаться в этом списке. Никаких роутов, ничего я, опять же, спайрелить не буду. И вот это самое ключевое место. Здесь нам дают очень-очень много хейста. Набирать его, конечно же, не надо, но для неуверенных в себе пользователей можно и понабрать. Ничего в этом зазорного нету, если вы еще только изучаете карту. Суть этой карты в том, что здесь, так как у вас есть хейст, и скорость от стрела становится маленькой. То есть вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где-то по, грубо говоря, две с половиной ракеты в секунду. Вам нужно все это время вот так вот махать, очень быстро сменять углы. И чем четче вы будете так махать, чем четче у вас будут отстрелы с ракет, тем, естественно, лучше у вас будет сам тайм. Поэтому, если она вам тоже понравится, она вам должна понравиться, в ней ничего сложного нету, что могло бы в ней не понравиться, обязательно ее тоже играйте, задрачивайте. Сделал ее, к слову, зерг. И я думаю, что это одна из самых удачных карт зерга. Он, конечно, не любит тупой прямолинейный дроч, но тем не менее такая вот карта у него вышла. В общем-то, играйте. Реально, карта очень классная. И, опять же, если мы говорим про контроль, мы говорим про амплитуду отстрелов, что самое важное, и не менее важный, естественно, контроль после выстрела, то вот эта карта также отлично поможет вам ориентироваться, поможет вам правильно делать отстрелы, двигаться и так далее. Одна из любимых карт Киди, Mega RL2. Карта, как мы видим, непростая. Есть на этой карте квад. Квада здесь много, хватит на всю. Карта, по-моему, на 17 секунд, что ли. Ну, можете в онлайне пробить. И написано нам, подсказывая, Bumpers. То есть мы встаем, и нас кидает сразу на 2400. Карта сразу же задает ритм, сразу же говорит, что все, у меня, братан, тут очень быстро. Можно отстрелиться в сам бампер, собственно, и получить очень много скорости. Здесь у нас на пути некоторые препятствия. При подъеме наверх также встречаются некоторые препятствия, которые нужно будет облетать, грубо говоря, спиной. Здесь у нас об, но его желательно, конечно, оба выключать. Да и, по сути, они не нужны, потому что мы появляемся вот на этом кубике. И при легким движении в руки мы можем остаться на этом кубике, сразу же на нем отстрелиться и без всякого оба забраться наверх. Здесь, опять же, разного рода препятствия. И вот это вот место считается самым ключевым, потому что здесь нужно сохранить максимальное количество скорости и попасть в эту рампу и еще правильно начинать отстреливаться вниз. Потому что внизу у нас, как бы в шахматном, грубо говоря, порядке, стоят вот такие вот падики, которые нам будут мешать падать. На самом деле, проходится это достаточно просто, если знать, как стрелять. А знать, как стрелять, и вы сможете... Точнее, узнать, как стрелять, вы сможете, наверное, на... Не знаю, ну и пару деньков поиграете, и, наверное, сможете. Ничего сложного в этой карте, опять же, нету. Проходится она достаточно просто. И вот здесь вот у нас уже финиш. Еще раз говорю, это одна из любимых карт Киди, по-моему. Я ее, естественно, перебил тоже. И не буду дырить. Реально, мне было не очень просто, как раз вот из-за той дуги, из-за ключевой. В общем-то, карта классная, тоже ее обязательно поиграйте. Идем дальше. И далее у нас следует Дени Рокетранс. Небольшая предыстория. Сделана эта карта... Именно вот эта сделана Вайтом. Точнее сказать, он просто добавил на нее Рокет с Батлсюитом. А сама карта является стрейфовой. Вмещает в себя целых пять частей. То есть, есть Дени Ранс, где все пять. И Дени Ран 1, 2, 3, 4, 5. Собственно, стрейфовые также достойны вашего внимания, потому что они очень классные. Дизайн, как мы видим, очень простой. Буквально четыре текстурки, но смотрится это очень круто. И это единственная карта, которую я не буду проходить сам, потому что это будет долго. Я просто пролечу ее... А, нет, давайте я, наверное... Все-таки будет быстрее так. В общем-то, карта примерно на минуты две. И если мы хотим запариться, поломать голову по поводу роута, поломать голову по поводу собственного ничтожества, потому что эта карта предусматривает стабильность выполнения всех действий, если мы хотим хороший рекорд. Даже если у нас этой стабильности нет, она вам поможет ее развить, потому что сама по себе карта очень и очень классная. Как мы видим, тут у нас все срезается. То есть, если в стрейф-версии здесь срезать нельзя было, здесь можно. Естественно, такие погрешности... Точнее, не погрешности, это такие задумки здесь будут, естественно, присутствуют. У меня также на этой карте рекорд. Я ее очень-очень сильно люблю. Готов ее прямо до позеленения затрачивать, потому что она очень динамичная. Она очень... Такая своеобразная. Здесь постоянно разные вещи, грубо говоря, надо вытворять, чтобы эту карту пройти. И есть тут даже элементы импровизации, потому что, конечно, на двухминутном ракетране не может идти абсолютно все по вашему плану, который вы себе наметили. Поэтому также она может вам некоторые сюрпризы подкидывать. Также будьте осторожны, когда будете натыкаться, когда будете сходить с падов и натыкаться вот в эти области, потому что они высотой... Сколько у нас? 64. А это высота полного прыжка. Поэтому, если вы вдруг прямо перед ней приземлитесь, заходите сделать даблджамп, у вас не получится, и вы зафейлите весь рамп. Поэтому все вот эти места я рекомендую, конечно, рокеджампами пролетать, но это уже кому как удобнее. Собственно, карта реально подойдет вообще для любых скиллов. Проиграть на ней вообще невозможно. Возможно, батлсвит бесконечный у нас. Ну, либо если вы мазохисты, готовы ждать, пока батлсвит кончится, то, конечно, удачи. А так, карта очень классная. Вот у нее финиш. Финиш у нее очень сложный в плане быстрого исполнения, потому что здесь у нас резкий поворот. И я, конечно, со своей старовкой легко пройду, но читы are enabled. Но ничего страшного, реально карта очень классная. Всем рекомендую. А вот эту карту я точно буду проходить спектатором, потому что, если я буду проходить ее сам, это затянется очень надолго. Борис Некер, автор, собственно, Борис. Сделана она как будто по предзаказу самых лютых рокет-раннеров. И дают нам сразу здесь батлсвит. Если мы выходим, дают нам ракету. И нужно подниматься вверх-вверх-вверх. Делать 2Х. Подниматься еще вверх-вверх-вверх. И, в общем-то, давайте полетели. Роуты. Единственное, вот я на старте вам подскажу, мало ли. Ну, либо сделать, допустим, рандомный оп, да. Вылетаем сюда. Здесь опять же рокет-рокет-рокет. Предусмотрена она, по идее, для... Обратно не пускают. Предусмотрена, по идее, для... Для ВК-3. Потому что в ВК-3 скорость полета ракеты чуть меньше. И, по крайней мере, старт ВК-3 делает попроще. Но, тем не менее, в ЦПМ тоже люди ее проходили. И я ее, безусловно, рекомендую. Сам я ее тоже проходил, по-моему, в ВК-3. И было это очень сложно. Она реально очень техничная. Если вы хотите прямо задрочиться, понимать... Найти, так сказать, общий язык с ракетой. То эта карта специально для вас. Здесь у нас тоже вот это вот... Особенно вот этот момент. Он просто... Просто нереально его выполнить. Здесь также... Здесь вообще каждый момент достоин аплодисментов. Потому что карта очень техничная. Просто нереально техничная. Падать вниз здесь нельзя. И вот здесь скоро где-то финиш, по-моему. Вот. Оп. И здесь мы просто бежим, бежим, бежим. Делаем, кстати говоря, здесь 2Х тоже. Здесь у нас телепорт, если у нас вдруг не получилось. Бежим, 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 бежим. Делаем 2Х. Поднимаемся наверх. Вылетаем и финишируем карту. Вот такая вот карта. Реально очень крутая. Реально очень сложная. И если у вас есть доля упорства, допустим, как у лунтика, обязательно ее поиграйте. Далее у нас следует Rocket NN. Есть карта, по-моему, как-то она так же называется, но по-другому немножко где-то черточкой нижняя. А есть фикс-версия. Она мне очень нравится. Она также очень нравится и Киди. И вообще много кто ее на самом деле поиграл. Киди даже выкутрили, задрочил. Здесь у нас такое вот начало. Мы вылетаем. Откуда мы вылетели? Уже не ясно. А вылетели мы вот отсюда. Это у нас патч текстура, которая обращается для нас просто стеной. И обратно мы вернуться не можем. В древние времена, когда была сделана эта карта, так предотвращали, собственно, тайм-ресеты. Здесь у нас оп. И уже начинаются, грубо говоря, первые проблемы. Потому что просто так мы отсюда не вылетим. Здесь просто кладезь точных выстрелов с ракет вам понадобится. Потому что сама по себе карта, она, конечно, не сложная. Но если вы, естественно, захотите поставить на ней хороший рекорд, вам нужно будет очень постараться. Потому что и роутов здесь много, и отстрелов очень много именно точных. Именно с верным углом каким-то. У меня здесь также есть рекорд. Так, такая вот карта. Она коротенькая, она такая достаточно динамичная. Но реально подойдет для оттачивания всякого рода ракет-джампов. Для амплитуды движений. И именно для контроля своей модельки вообще после отстрела ракетой. Так что ее также всем рекомендую. И, естественно, я не мог обойти стороной наших советских маподелов. Карта эффект Курв Рокет. И из названия, собственно, сразу понятно, что карта состоит из Курв. Это, видимо, эффект так упражнялся. Либо просто решил сделать карту из Курв. Мы начинаем на старте. Собственно, подбираем Батл Сью. Подбираем ракету, пересекаем синюю линию. И уже таймер у нас не обновляется, потому что эффект Кра-са-ва. В общем-то, состоит карта вся из вот таких вот плавных поворотов. Здесь где-то есть косяк, по-моему, с Курвами. Но не факт, что это прямо косяк. Где-то здесь можно внутрь пробиться. Эта карта... Почему я ее показываю? Эта карта отлично подойдет вам для... А, нет, значит, в какой-то плазмогерсии. Эта карта отлично подойдет вам для именно оттачивания такого вида отстрелов, как ГБ. То есть здесь она вся построена на поворотах. Естественно, вам нужно будет, во-первых, очень точно отстреливаться от таких вот наклонных поверхностей, закругленных. И очень хорошо чувствовать себя во время ГБ. И далее уметь держать контроль после этого ГБ. Потому что, если контроля у вас нету, то, естественно, результат будет не очень хороший. Такая вот достаточно короткая карта. Для тех, кто желает научиться делать вот такие поворотные ГБ, всем рекомендую. И, конечно же, конечно же, у нас будет Крутон. Крутон это серия стрейфкард, сделанная Спрингом. Их около штук шести, по-моему, уже. Есть Стрейф-версии, есть Слик-версии, есть Рокет-версии. Единственное, нету, по-моему, плазмогб-версий. Но, если Спрингу сказать, я думаю, он не откажет нам в удовольствии их пройти. В общем, сама суть Крутон Роксов в том, что у них ограниченное количество ракет. Я вам покажу на примере первой. Все остальные, всю остальную серию я также рекомендую. Вы их можете, как и любую другую карту, загуглить и найти на зеркале. Встаем мы с такого подиума. Начинается у нас таймер. И на данной карте у нас, допустим, есть восемь ракет. И суть этих Крутонов именно в том, чтобы расположить эти восемь ракет. Так, расстелить их по карте таким образом, чтобы получить максимально эффективный результат. Это основная сложность этих Крутонов. Ну, естественно, для контроля. Точнее, не для, а именно контроля от самого игрока эти карты также требуют. Потому что они заточены под Стрейф. Они под скоростью для ракет, никаким образом они не ресайзились. И вот остается одна ракета. Вот это уже финиш у нас. Также очень обожаю эту серию карт. Как Стрейф, так и Рокет. Такая вот простенькая карта. Обязательно прямо все поиграйте. Они очень классные. Они местами очень неудобные. Ну, просто отвратительно неудобные. Но в этом вся суть. В этом именно закалка для вас. И последняя карта в нашем списке. Как вы могли заметить ее уже. И как вы могли ее уже узнать. Известнейшая карта SDC-30. Прославилась она в том числе благодаря Веспу. Потому что она была в его мувике. Мувик также можете найти на просторах Ютуба. Либо спросите в комментариях. Я вам ссылку оставлю, если вам интересно. В общем-то начинаем. Мы дают нам ракету, дают Battle Suite. Тайм-ресет, естественно, есть. Но ТР и для лохов. Поэтому мы его использовать в прохождении не будем. Прелесть этой карты в том. Что, во-первых, она прямая. Абсолютно прямая. Ну, единственное, в конце там будет подъем наверх. И потом опять прямая. О, боже. Но основная суть в том, что вам нужно отстреливаться именно от определенных мест. Использовать фактуру карты. Никаких таких прямо специальных стен, допустим. Вот здесь вот нету, да. Здесь нам нужно от самой фактуры отстреливаться. Здесь есть, окей. Нам повезло. Здесь мы можем отстрелиться. И здесь очень ограниченный спейс. В том смысле, что есть такие вот пропасти, которые, если мы не будем перелетать, мы, естественно, проиграем. А чтобы их перелетать, нужно очень грамотно отстреливаться ракетами. И есть вот такой вот джампад в конце, который по всем канонам, которые подкидывают им в любом месте, да, как мы на него наступаем. Поэтому, чтобы более эффективно его использовать, нужно приземляться к концу джампада. И опять же, вот этот спейсинг. Нужно все это подстраивать, чтобы приземляться сюда к концу джампада. Чтобы приземляться максимально низко. Чтобы еще не тратить время на то, что вы пока выпадаете вниз. Земляетесь, сразу отстреливаетесь. И здесь у нас финишная такая вот прямая. Это у нас последняя карта в нашем списке. Так что, реально, карта очень классная. Я, опять же, всем рекомендую. Даже если не затрачивать, то просто поиграть. Просто знать, хотя бы поигрывать иногда. Весь список, безусловно, достойный внимания. Поэтому, дерзайте, ребят, все для вас. Ну что ж, это был мой личный топ 10 ракет карт. Естественно, хороших и эффективных для тренировки ракет карт очень и очень много. Еще будут обязательно видео по ракет картам. Но вот эти вот основные, которые я могу для себя и для вас выделить. Которые я обязательно рекомендую посмотреть, поиграть. Надеюсь, этот топ был для вас полезным. Заходите на сервера обязательно, общайтесь. Всем удачи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...